Приветствую, друзья! Меня зовут Илья. Новый выпуск нашей постоянной, но очень нерегулярной рубрики на Алиэкспресс головного мозга вот прямо сейчас на ваших экранах. Помнится, в прошлом выпуске мы с вами решили разыграть AirPods за лучшее название. Расскажу, как мы с вами поступим. Сначала коротенький прерольчик, поехали. Ты покупаешь на Али, я покупаю на Али. Ну, здесь нечего стесняться, а вот покупать без кэшбэка и удобного расширения Letyshops, это стыдно и неправильно. А знаете почему? С расширением удобно активировать кэшбэк, кликнул и готово, теперь можно шопиться. Но прежде чем слать китайцам свои деньги, убедитесь, что продавец надежный и проверенный. Расширение покажет его рейтинг, насколько быстро он отправляет товар и другую полезную информацию. Ну и в-третьих, Letyshops помогает вернуть часть денег с покупок. Было бы хорошо, чтобы возвращались вообще все деньги, но и так тоже не дурно. А еще Letyshops постоянно устраивает интересные акции с распродажами. 29 января стартует Киберпонедельник! Супер скидки и супер кэшбэк на толковые гаджеты. Давно хотел себе Macbook, iPhone, PlayStation или экшн-камеру? Покупай в связном 003 Player и других магазинах с кэшбэком. Выводи деньги и снова покупай с кэшбэком. А потом участвуй в конкурсе. Схема работает, проверено, сам так делаю. Ссылки на расширение распродажи я оставил для вас в описании. А если еще не зарегистрированы, то знайте, новым пользователям дают премиум аккаунт в подарок. Значит, идея у нас была следующего порядка. Вы предлагаете лучшее название для рубрики, мы вам дарим за это AirPods. В общем, мы так почитали, посмотрели и решили разыграть эти AirPods в нашем красном инстаграме. Вот там вот вы лайкаете, подписываете, сделаете все как положено и получаете случайным образом AirPods, потому что название мы так и не смогли выбрать. По традиции я не помню, что в этих посылках, потому что между роликами у нас проходит достаточно много времени. Вероятно, что-то пошло со мной не так, и я заказал какой-то кожаный ремешок. Вот я прямо сейчас вижу через упаковку, что это нифига не leather, а обычный силиконовый ремешок для Apple Watch. Хотя нет, вру, не обычный, смотрите, полосочки. Валя, ты же любишь такую фигню, а я тебе их не отдам. Давайте пробовать. Меня, кстати, часто спрашивают, что это за браслет у меня на Apple Watch. Это HOKA. Слушайте, ну вообще прям шпорт, я бы даже сказал шпрот. И в отличие от обычных браслетов для Apple Watch, здесь две пипки фиксатора. Ну что ж, две-то лучше, чем одну. Вот по первым впечатлениям и ощущениям, ну он на ощупь вообще не отличается от оригинального полиуретанового ремешка, за исключением того, что он выглядит чуть поинтереснее. И при этом стоит 477 рублей. Ощутимо дешевле. Вот эту штуку я прям рекомендую. Ну единственное, что он, наверное, чуть потоньше. А в остальном, за 477 рублей, да я с ним ходить буду. Первый парень на деревне с таким ремешком. Ладно, давайте дальше берем совершенно рандомным образом коробочку. Я сделал вид, как будто понял, что там. Нет, я не понял, что там. Там чехол для iPhone X, причем с какой-то хреновиной. А, я знаю, это крепление на палец. Если у вас изящно изогнутые руки, из них постоянно все вываливается, вот эта штуковина. Эть, берете, так вот держите, и телефон у вас никуда не падает. Давайте примерим, что ли. 241 рубль за красный чехол с подставкой, потому что можно вот так вот, наверное, поставить, и он даже не упадет. И смотреть видосики на YouTube, любимый канал Вилсаком, и просто надевать. Такой чехол очень даже понравится, особенно учитывая его... Я его сломал. Какая-то тяжеленькая коробка. И у нас, значит, mobile phone chargers. Если это очередная порция пауэрбанков, то я, наверное, этого не переживу, потому что у нас и так уже места в студии нет. Люблю я это дело. Нет, смотрите-ка, USB fast charger. Это блок на 6 USB. Причем с вольтаметром и прочей фиганей. То есть можно заряжать и видеть силу тока, напряжение. Вот это все. Выглядит, конечно, максимально убого, особенно надписи на передней части. Тут вообще какая-то пленка, что ли. Почему все так плохо, китайцы? Ну, елки-палки. При этом он поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0, что по мне так вообще критичный плюс, потому что Quick Charge это всегда хорошо, если у вас не iPhone. Слушайте, вот это полезно нам будет в студии, я считаю. Жень, на, забирай. Где Джень? Ну, на, упадешь же. Дядя Дженни как-то нехотя забрал вот этот блок на 6 USB-шников и ворчит. Илья, у тебя есть нормальные посылки? Да я откуда знаю, что тут лежит. Ножик у тебя тупой, дядя Дженни. Как ты? Fast wireless charger. Беспроводная зарядка. Вот это, я считаю, хорошая посылка, потому что нынче беспроводные зарядки стали в моде. Потому что Apple, как обычно, вот вы меня сейчас обвините в том, что я слишком сильно люблю Apple и не люблю всех остальных, но именно Apple сейчас двигает всю эту тему с беспроводными зарядками. Сколько лет они на рынке и сколько лет они никому были не нужны. А сейчас нужны всем фиг, где найдете. Если бы у меня был нормальный MacBook, то я бы сейчас подключил и проверил. Но этого я сделать не могу, потому что у меня одни USB-C порты. Возможно, где-то здесь у нас лежит переходник. Потому что мы все в студии мучаемся от того, что USB-C еще не настолько распространен, как хотелось бы. И периодически приходится пользоваться различного рода донглами для MacBook. И как раз, как раз есть у меня подозрение, что это и есть донгл. Причем у меня есть несколько, и они такие плохие, которые, знаете, вставляются прям сбоку и висят-свисают. А нет, а вот это толковая штука. Смотрите, с проводочком. Один Type-C, один HDMI, один под SD-шку слот и два USB 3.0 типа А. Вот это хорошая вещь. Женя, а ты жаловался, что я фигню заказываю? Вот, офигенная тема. Сейчас опять прилетит за то, что я неаккуратно все распаковываю. Здесь прям, смотрите, чехол. Designed Mac Accessories. А вот и сам Vivo называется. Действительно, все порты, которые заявлялись на коробке, у нас есть. Поэтому сейчас-то как раз мы сможем проверить, работает ли вообще наша зарядка и заодно донгл. Эх, люблю я 2018-е и за то, что без переходника к переходнику ты вообще никак не проживешь. Да, загорелась светодиодная полоска. Работает! Кстати, да, когда начинается зарядка, вот эта светодиодная полоска становится зеленой. Классно! 10 посылок. Это, наверное, наш вообще рекорд за все выпуски Алиэкспресс головного мозга, потому что, ну, невозможно уложиться в адекватное время и распаковать и хоть что-то сказать хотя более чем 7, наверное, 6 товаров, но мы пробуем. Здесь у нас лампочка. Представляете, она доехала и не разбилась. Почта России, ты меня удивляешь! Ну ладно, мне нужна лампа. Та-дам! Эту лампу мы, кстати, тоже сказали с Алиэкспресса и рассказывали вам об этом в одном из предыдущих выпусков. Момент истины. Непонятно, но слушайте, а выглядит прикольно, по-моему. По идее, вот так оно должно гореть. Так, кстати, вот я сейчас в отражении вижу, выглядит еще веселее, но когда горит вниз, тоже неплохо. Но вот это я заказал себе даже не для рубрики. Вот я сейчас понимаю, что это такое. Это крепление для экшн-камеры. Вот для этой Sony X3000, которую мы в нашем тесте экшн-камера признали лучшей. Это обычная присоска, поэтому о ней здесь особо ничего не скажешь. Я его вообще купил для того, чтобы лепить на стекло в машине и снимать что-то из машины. Вот так это все крепится, лепится, и все у нас нормально. Судя по весу, здесь ничего толкового нет. Здесь, вот конкретно в этом желтом конверте, скорее всего, еще один ремешок. Вау, да ладно, да хорош. Вот это стальной ремешок. А почему здесь айскрепка? У меня есть подозрение, что это вполне приличный браслет. Вот есть некоторые вещи, которые китайцы делают прямо вот с душой. И одна из этих вещей это запаковка в эту долбанную пленку. Да что ж с вами не так-то, люди? Зачем вы это делаете? Мне кажется, этот браслет даже лучше, чем этот. Че, пацаны, сидите, завидуете мне, да? Хе-хе-хе-хе. Только он мне, правда, великоват, поэтому его надо бы укоротить. Может быть, как раз для этого мне айскрепка и понадобится. Ха-ха-ха! Так-то все у меня получилось, потому что, я же говорю, главное, блин, не все. Главное видеть цель и к ней идти. Два звена для меня все-таки тоже великовата, но, ладно, могло быть и лучше, но, опять же, за те деньги, которые он стоит, вполне неплохой вариант. Тут парни, короче, сейчас заявились в студию со словами «Че ты какую фигню распаковываешь?» Жень, это... Что это у тебя в руках? Да хорош! Да и так много распаковали уже! Ну ладно. По крайней мере, за посылками ходить не пришлось. Окей, распакуем еще три. Таким образом, мы ставим своеобразный рекорд. Вот это что-то большое. И дайте угадаю, там, наверное, пауэрбан. Там серьезно пауэрбан? Какой-то огромный. На 32 долбаных тысячи миллиампер часов. Зачем нам еще один пауэрбан? Парни, парни, зачем мы это заказываем? Ну, на 32 тысячи-то это же вообще хорошо. Я боюсь представить... Что там... А че как хреново-то все? Эээ, вы че по нему ногами ходили? Похож, на самом деле, на какие-то весы. Только маленькие. Че-то китайцы вообще прям расстраивают. Это... Но, в общем, если более серьезно относиться к этой штуковине, это не просто разреженный в ноль пауэрбанк. Это пауэрбанк для ноудобоков. Потому что я смотрю, выход у него 15-24 вольта на 2 ампера. И вот это россыпь переходников как раз переходники для различного рода ноудобоков. 32 тысяч миллиампер часов. Заряжать мы ее, наверное, будем порядка 5 суток. Поэтому сейчас более конкретно ничего про нее сказать не могу. А вот содержимое этой посылки в свете недавних событий в Пало-Альто, когда у нас опрокинули машину и сперли камеру, камеры и все карты памяти, выглядит особенно цинично. Потому что это я специально заказывал для дяди Жени, режиссера монтажа. Это кейс для карт памяти. Женя, я не знаю, что ты туда будешь класть, но смотрите, он прям такой мимимишный. Сюда можно было бы класть карты памяти форматом SD и microSD, если бы они у нас были. Жень, этот кейс специально для тебя. Сюда можно вставить 4 CF-ки, 8 SD-шек и 12 microSD. Слушайте, классный. Он прям действительно миниатюрная версия какого-то большого кейса. Ну и последнее, что-то тяжеленькое. Непонятно, что внутри, потому что здесь что-то написано иероглифами. А8 Black 14.0. Че вообще? Если это опять пауэрбанк, то я прямо при вас пообещаю больше никогда в жизни с Алиэкспресса для рубрики не заказывать пауэрбанки. Отвали! Парни, сколько можно? Зачем? Почему? Для чего нам их столько? Ну куда нам их девать-то? Ну нахрена? Кто догадался вот заказать еще один пауэрбанк? Be grateful that I can meet you with... Че? Будь благодарен за то, что я могу с тобой встретиться в сезон песен. Ну вот это, кстати, не позорный. Не поганый. Он алюминиевый, черный. 20 тысяч миллиампер часов, 3,7 вольта. С дисплейчиком где-то. Вот. А провода-то какие-нибудь в комплекте. Ёлки-палки! Это же войлочный чехол с кожаной как бы вставкой с дополнительным кармашком, в который, наверное, он не поместится. Или поместится. Смещается, смотрите. Вот это жир! Вот это мне нравится. И USB, micro-USB провод для зарядки. Давайте честно, он неплохой. Он прям, я бы даже сказал, хороший, крепенький такой. Но чехолчик этот вот прям вот от меня купил. Че, Жень, доволен? Принес коробочек с барахлом еще одним. В общем, все. Я устал уже распаковывать все это барахло. Друзья мои, мне нужна ваша помощь. Подскажите, что нам заказать для следующего выпуска рубрики. На этом у меня посылки сегодня закончились. Вы знаете, мне больше всего понравился, на самом деле, вот этот вот максимально дешевый за 400 с копейками рублей и лампа. Вот эта лампа, она прям офигенная. Она создает атмосферу. А давайте выключим свет для того, чтобы показать, насколько это круто, парни. Оп, атмосфернее же стало, да? Я предлагаю вообще эту лампу теперь использовать в каждом нашем выпуске Алиэкспресс головного мозга. И пусть она станет своего рода символом нашей рубрики. А на этом у меня все. Присылайте в нашей группе ВКонтакте, в комментариях под этим видео ссылки на всякие интересные продукты с Алиэкспресса, которые мы закажем для последующих выпусков. Не забывайте поддерживать нас большим пальцем вверх. И, конечно же, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео. У нас для вас много всего интересного. До встречи. Пока.